Котёнка Мэйн-Куна приобрели через интернет, а вскоре ветеринар рассказал о неприятном. В поведении котёнка хозяйку что-то настораживало. Девушка понимала, так быть не должно. Светлана, любительница кошек породы Мэйн-Кун. Девушка давно хотела завести котёнка. И вот она решилась. Она искала котёнка в интернете, нашла питомник, который территориально находился недалеко от дома. С заводчиком Светлана общалась через электронную почту и сообщения в мессенджерах. Заочно она согласилась приобрести котёнка. И вот мечта сбылась. Дома появился Мэйн-Кун – долгожданный шерстяной клубочек. Но вскоре Светлана понимает, что что-то не так, котёнок не кушал. Светлана обратилась к ветеринару. Доктор рассказал хозяйке, котёнку нет ещё 12 недель. Заводчик уверял, что есть. Молочного малыша нельзя было разлучать с кошкой. Котёнка нужно выкармливать и учить кушать самостоятельно. Ветеринар сомневался также, чистокровный ли это Мэйн-Кун. Светлана пыталась связаться с заводчиком, но безрезультатно. Эта история поучительная. Она о том, что будущий хозяин должен быть уверен в заводчике. Прежде чем брать котёнка, нужно ознакомиться. Прежде чем взять котёнка, нужно познакомиться с заводчиком. Увидеть котят и кошку. Посмотреть на условия, в которых родились и подрастали малыши. И кого Светлане винить, как не саму себя. Но от котёнка девушка не отказалась. Выкармливает его из бутылочки и постепенно приучает к твёрдой пище. Ну а к сомнительной родословной котёнка относятся философски. Зато он самый любимый. Дорогие друзья, если